В один из главных христианских праздников, Рождество, люди идут сюда, в Покровский собор. С этим святым днём они связывают свои самые светлые надежды и, конечно же, ждут изменений к лучшему. Несмотря на мороз, народная тропа к храму в рождественскую ночь не заросла. Покровский собор сейчас находится на ремонте и встречает прихожан строительными лесами. Но верующих это не останавливает. Сотни людей собираются здесь, чтобы поздравить друг друга с праздником. Чтобы год был удачным. Всего здоровья, всех близких. Здоровья, чтобы всем было хорошо. Счастья у всех, чтобы было счастье в этом году и в последующих тоже. В этот день хочется всем желать добра. В христианской культуре Рождество символизирует начало новой жизни. Сейчас многие празднуют его в тихом семейном кругу. А раньше на Руси в рождественскую ночь от угощений ломились столы. И двери в дома были настиж открыты. Хозяева приглашали к столу любого прохожего, даже бездомного. Люди верили, что в его образе мог скрываться Христос. С Рождества Христос начинается спасение человеческого рода. Праздник, начало нашего спасения, начало искупления нас от грехов, начало восстановления нас в прежнем достоинстве. Среди тех, кто на Рождество пришел в храм, и люди служивые, казаки. Для них, говорят, это дело чести. Каждый год Христос приходит на землю, рождается, вдохновляет нас на службу, на любовь к Родине. Ожидаю, что какие-то изменения в лучшую сторону будут и в нашей службе, и в нашей жизни. Для верующих выдержать многочасовую службу не проблема. Говорят, в этот день ощущаешь невероятный прилив энергии. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.